При анализе 900-страничного документа проекта соглашения Украины с ЕС о зоне свободной торговли возникает один единственный вопрос. Кем должны быть нынешние украинские власти, чтобы подписать этот издевательский документ? Дело тут даже не в политике, предусматривающей фактически добровольный отказ от власти. Не в тюремной сиделице Тимошенко. Это все мелочи, о которых даже как-то говорить неудобно. Вопрос совершенно в другом. Итак, самые смешные положения этого проекта соглашения. Первое. Украина обязуется экспортировать излишки газа собственной добычей электроэнергии в ЕС по ценам не выше внутренних. То есть, если украинские газовики и энергетики хотят что-то продавать в Европу по мировым ценам, то они и на внутреннем рынке должны поднять эти цены до уровня мировых. В принципе, уже этого вполне достаточно. В этой истории даже Газпром с его рекламируемой по всем украинским масс-медиагазовой удавкой по отношению к Евросоюзу выглядит просто меценатом. Собственно говоря, про промышленность Юго-Востока, в частности, про химию и металлургию, в данной ситуации лучше сразу забыть, так как это будет куда проще и безболезненнее. Но этого недостаточно. Идем дальше. Сразу же после вступления соглашения с ЕС пошлины практически на все виды сырья, включая продукцию первичной переработки металлов, ключевую статью украинского экспорта, придется снизить сначала почти вдвое от достигнутого первыми двумя президентами уровнем, а в течение последующего десятилетия вовсе свести до нуля. Что это означает для украинской экономики, объяснять не надо никому. Идем дальше. Сельское хозяйство. Вот, к примеру, сколько бы радостно украинско-ЕСовские переговорщики не докладывали о том, что им в рамках соглашения удалось добиться квоты аж в 1 миллион тонн зерна, цифра выглядит действительно солидно, стоит все-таки помнить, что сейчас, без всякой зоны свободной торговли, Украина экспортирует в Европу ровно в три раза больше. А значит, судя по всему, придется, согласно соглашения, сокращать. Ну а про остальные требования ЕС, включая совершенно неподъемные для незалежной экологически и совсем уж феерическую экзотику типа переукладки всех железнодорожных путей в Украине в соответствии с европейскими стандартами, даже говорить не хочется, это смешно. Так что ж выходит, в Брюсселе над Киевом просто откровенно издеваются? И ответ тут один, да, издеваются. Потому что европейцы – народ сугубо прагматичный. И если они выдвигают заведомо невыполнимые условия, а данный 900-страничный документ не просто невыполним, он есть не что иное, как пожелание убить себя об стену всей Украине, то это означает только одно. Ребята, вы нам, собственно говоря, в принципе не нужны в ЕС. Мы просто уже задолбались вам объяснять на нормальном дипломатическом языке. А поскольку это до вас не доходит по-другому, держите проект соглашения, читайте, просвещайтесь. Редактор субтитров А.Семкин